всем привет всем привет рада быть в эфире сегодня у нас должна была быть вчера встреча но мы ее немножко перенесли всем привет я немножко подожду пока мы все подключимся к эфиру наверняка мы все и каждый из нас следит за новостями мы знаем что происходит что творится в мире и последнее время я сталкиваюсь таким количеством негативных новостей просто происходит что-то очень-очень ужасное ой эль шалом всем привет всем шалом немножко еще подождем пока все подключатся так мне будет проще и легче говорить я буду знать что меня уже слышат всем привет я рада что мы все здесь шалом и и пожалуй уже начнем всем привет наверняка каждый из нас следит за новостями и вы знаете что творится в израиле если кто-то не знает так я напомню сейчас в израиле из-за большого большого количества дождей есть города в которые не подготовлены к этому и там набирается очень много воды и машины не про нас будет сказано переворачиваться в общем это сплошные убытки для людей вот вчера и в общем я прочитала много ужасных новостей и есть жертвы к сожалению потом я прочитала про самолет наверняка вы слышали луалей ну что он и к сожалению разбился в общем много много вот все эти болезни и страхи и наводнения пожары в африке в общем и все эти новости мы хотим или не хотим они они влияют на нас вот так что же здесь так что же делать я вчера вот ночью мы спали и вдруг такой гром просто он разбудила и нас ребенка и машины за окном начали просто сигнализацию включили и реально было так страшно я думаю блин насколько мы с вами зависимы от всего что вокруг и очень много вещей которых мы боимся мы люди это это нормально мы боимся смерти мы боимся болезней мы боимся людей которые сильнее нас мы боимся не про нас будет сказано бедности да мы боимся в общем есть очень много вещей которые неприятны мы даже боимся об этом разговаривать потому что это неприятные вещи да и вы знаете рамбан пишет потрясающую вещь он пишет что на самом деле страх это показатель того что человек он взрослый человек что только человек который знает что это опасно он может бояться до ребенок когда он лезет на подоконник об этом пишет 1 штайнзальт он он говорит что ребенок который лезет на подоконник почему он туда лезет не потому что он такой весь бесстрашный на все ему все равно нет потому что он не знает что он может упасть а взрослый мама ребенка она видит он сейчас перевернется разобьет себе губу потом ее лечить они да не дай бог да то есть боятся только те люди которые мы взрослые мы знаем чем это может закончиться и так далее или знаете есть еще такое маленькое сравнение как контрабандист который перевозит нечестно скажем там какие-то вещи с одной страны в другую с одного города в другой он когда на осле подъезжают к границе то начинает нервничать глаз так дергается начинает очень сильно переживать а осел его не переживает почему это не потому что его осел такой весь бесстрашный нет это не поэтому знаете почему потому что осел не знает за что ему надо переживать и только этот хозяин он может переживать итак мы с вами поняли что страх это нормальное явление теперь а это нормально что мы всего боимся вы знаете папа большим того перед смертью он ему сказал сын я прошу тебя две вещи первое это бойся бога одного и второе это не бойся никого кроме бога так странно если он сказал ему бойся только бога это понятно штуки только бога я буду бояться больше никого зачем нужно было еще говорит что и никого другого больше не бойся на самом деле когда мы боимся бога понятно что у нас иногда в молитве в момент когда нам тяжело в момент когда наоборот мы ощущаем полное полное счастье мы до можем ощутить присутствие всевышнего да мы можем сказать ну там пробраться каким-то трепетом перед ошемом но на самом деле если подумать честно вот вот сейчас мы с вами находимся дома например да в квартире если сейчас вот так вот постучат да например или всевышний зайдет вы готовы вот встать перед ним а теперь представьте что каждую секунду он за нами наблюдает и на самом деле это просто страшно все время об этом помнить поэтому человек немножко это игнорирует и даже один великий мудрец говорил если бы мы так боялись бога чем людей если бы мы боялись так бога больше чем людей то это наверное самое большое и однажды раввин ну на своем когда он говорил свою речь свой урок он сказал что вор очень очень хороший человек и мы можем учиться у него пример богобоязненности да когда вор не про нас будет сказано что-то ворует да он очень боится что сейчас комнату кто-то зайдет и вот эту богобоязненность мы можем брать примеру этого вора вообще рэб это потрясающий человек он про ну он во-первых во всем искал только позитив и он говорил что уныние это всегда плохо печаль она человека опускает на нижний уровень и не позволяет человеку делать ничего вообще ничего то есть если мы хотим что-то начать делать то нужно чтобы это дело у нас ассоциировалось с чем-то хорошим и так рэбэ однажды когда он был маленьким он еще был мальчишкой еще никто не знал что он будет нашим рэбэ когда он был маленьким то он ну знаете мы все в детстве лазили по деревьям я очень любила залазить на черешню и кушать черешни с дерева в общем однажды рэбэ вот так залез на дерево и он среди всех ребят троих он вылез дальше всех высоко высоко и все удивлялись и все у него начали спрашивать как-то не бываешь как-то не боишься он говорит а я просто когда лезу я не вниз смотрю я вверх смотрю потому что когда человек смотрит вниз а если это сделала сразу потом и так а если я это сделаю не дай бог упадут а если так если так если так понятно что мы себе нагоняем много 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 страхов теперь а как бороться с этими страхами, мы же всё равно хотим что-то делать, но вот эти страхи, что нам делать? Так вот, мы уже об этом говорили, нужно бояться только Бога, когда ты знаешь, что это добро тебе посылает Всевышний, ты не боишься, когда ты знаешь, что это делает Всевышний, тебе не страшно, ты знаешь, что это Он для чего-то делает, когда ты полностью доверяешь свою жизнь Всевышнему, когда ты с Ним партнёр, когда ты берёшь Всевышнего к себе в партнёра, и ты знаешь, что это, потому что так хочет Всевышний, это мне посылает всевышний я благодарен всевышним когда мы начинаем бояться царя всевышнего то мы знаем что и мелкие например преступники и мелкие хулиганы я не знаю потеря работы это все настолько мелочи это все нам послать всевышний зачем мне бояться какую-то собаку на улице если у меня мой царь он мой друг он мой папа он мой творец мой создатель ну понятно что это все только слова но вот сейчас вот сядьте и подумайте да когда мы полностью доверяем вот когда мы на улице идем вместе с таким охранником в общем со всех сторон да мы никого не боимся нам не важны эти хулиганы за окном или какие-то собаки когда мы идем с защитой большой зонт я не знаю мы никого не боимся или когда мы едем в карете да нам это не страшно почему когда мы с ашемом это не так ашем еще больше чем этот амбал охранник ашем еще больше чем я не знаю какая-то любая защита поэтому давайте учиться здесь нова икра давайте пытаться бояться только всевышнего и тогда нам не страшно что-то другое просто начать вот попробовать не просто слушать ну как-то стараться да а просто взять и делать да я вот недавно не помню где читала что прежде чем начать там многие да вот сейчас был финансовый новый год и все вот сейчас начну бегать вот сейчас начну то и многие люди но не хватает мотивации почему потому что человек который говорит себе я утром начну бегать он себе он он это приравнивать себе к негативным чувствам например а это встать рано утром о боже нет это так рано встать мне потом еще на работу нет я не хочу а сейчас холодно на улице зачем как ты можешь начать что-то делать если это тебя не мотивирует и тебе достает негативные ощущения а если ты себе это сработаешь так я встану я буду полон энергии я выбегу на улицу и будет так свежо я включу любимую музыку а после этого я приму горячий душ и потом я буду себе нравится то есть когда ты какую-то вещь хочешь начать делать ты должен ее ассоциировать с положительными эмоциями как мы можем что-то начать если в этом нет кайфа да когда вам не рано вставать ой это понятно это нам не приносит удовольствие в общем поэтому мы избавляемся от страха но бояться нужно только ашема а все остальное в мире когда мы со всевышним вот идем по улице ничего не страшно вот поэтому я желаю во первых нам всем хороших новостей вот сейчас уже чтобы пришел на шеях поскорей и чтобы мы реально учились быть со всевышним доверять всевышнему и бояться только всевышнего и не бояться никого вот спасибо большое за урок за эфир всем 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 я все читаю вот все спасибо всем большое и всем хорошего вечера пока пока